Аншавдоль, дорогие адепты, просто слушатели нашего откаста. Четвертого дня на самом дорогом что у нас есть, Абдуллопедии, произошло пусть и малое, но тем не менее значительное событие. Нами был преодолен рубеж 100 статей, с чем я вас и нас категорически поздравляю. В честь всего события инициативными камрадами было предпринято решение записать данный откаст, посвященный теме Абдулла научных знаний и ежести. Так что сегодня для вас вещают Абдулла научный специалист товарищ Мозер и видный Абдулл ученый Абдулл Прист. Прошу, поздоровайтесь. Да, всем здравствуйте, Аншавдоль. Вы меня слишком смущаете. Как самые видные? Просто сижу там, что-то это, что-то пишу, какие-то писульки делаю. Вроде как говорят, что я какой-то там копченый, но это Абдулла история рассудит, собственно говоря. Да, так и есть. Поэтому сегодня мы про эту историю вам и будем рассказывать. Как вы уже поняли, тема сегодняшней Абдулл-исторической лекции будет путь, проделанный к проекту Абдуллопедии. Так что сегодня вы узнаете, как все зарождалось, какие превратности судьбы были уготованы проекту Абдуллу и что с ним будет далее. Начать, думаю, стоит с персоналей, создателя, коим и является мой сегодняшний гость. Так что попрошу, кратко опишите себя, с чего начинали, в каком году пришли. Ну, собственно говоря, все как и у сотен других адептов. На дворе 2010 год, конец примерно или середина, как раз вот в это время уже там вот это все началось активное, так сказать, Абдулла Джихад по всем интернетам, Абдулла Мэтом, ВКонтакте, они везде там вот эти красноглазые аватары там на Ютубе. Ну, я, конечно, естественно, вот сначала как-то вот меня это отпугнуло, да, типа, что какие-то там сектанты там или что. Ну, начал, собственно говоря, копать, да, изучать эту тему поглубже. Ну, собственно говоря, пришел на самый первый сайт Абдуловерования, Абдуловсейскит такой был, кто не помнит, наверное, никто уже не помнит почти, причем сайт тоже представлял собой некий такой вики-движок, модифицированный, очень старый. Это я к чему говорю, потому что наш проект Абдуллапедия, про который мы сегодня будем говорить, мусолить, который мы сегодня будем разбирать, так сказать, он тоже работает на движке вики, да, медиа-вики. Печально известный, блядь, по мне. Ну, к сожалению, альтернатив хороших нет, ну, поэтому так. Вот, и что я могу сказать, да, у меня всегда такая тема привнесения справедливости в наш мир, вообще в интернет, и в особенности, потому что непаханное поле для всяких пидорасов, подонков. Меня это привлекло, да, потому что Абдуловирование, оно тогда ярко выражено было тем, что боролась с несправедливостью, беспределом, и сам актер, блядь, вот этот вот второсортный Абдулов, да, тоже я к нему никаких симпатий, так сказать, никогда не пытал. Поэтому меня это, понятное дело, все очень заинтересовало, ну, и уже к концу 2010 года я уже как бы начал втягиваться, да, конкретно у Абдулов движения своим именно конкретно становлением, я считаю, ну, все-таки начало 2011-го. Хотя можно и сказать, что 2010-го, но это так, чтобы повыебываться, что-то вот с 2010 года, с самого зарождения Абдуловирования. Что интересно, если сейчас открыть через вебек-машину приборн.ком образца 2011-го года, то можно будет найти тебя в списке адаптов в самом низу вроде. Да-да-да, вот я самый последний в этот список успел попасть. Ну, это как бы уже Абдуль перестал его вести, этот список. Ну, то ли заебался, то ли, ну, как бы, это не особо востребовано стало. Ну, было дело так, что написал в личку на Ютубе, ну, там, вот, Анж Абдуль внеси меня в список, ну, и все, и внес. Было такое дело. Стоит понимать, что все это происходило незадолго до первого раскола. Ты, получается, еще успел... Ну, да, было дело, как бы, все это я наблюдал со стороны, да. Ну, по большей части я, как наблюдатель, конечно, был, и я старался никогда не вмешиваться во внутриусобные такие конфликты. Ну, понятное дело, что моя симпатия целиком и полностью на стороне правды была, на стороне добра, соответственно, на стороне нашего права. Да, да. Вот ты сейчас, конечно же, более известен как Абдул-ученый и мог бы раскрыть тему того, как все это начиналось, как ты им становился. Ну, как и у многих, точнее, немногих Абдул-ученых, оговорочка, да, оговорочка, с бутылки водки это все началось, вот, да. С чего еще может начаться, так сказать, поход в дебри отдаенных абдуловских знаний? Нет, ну, по правде говоря, по правде говоря, ну, я не знаю, что меня сподвигло именно встать на этот путь такой. Ну, осмелюсь предположить, что, ну, особенность моего характера, моей, так сказать, личности, я просто человек такой очень сильно увлекающийся. Если меня что-то интересует, я, блядь, стараюсь разобраться в этом, блядь, вот до мельчайшей подробности, прям вот, чтобы мне это не стоило там времени, нервов и так далее. Вот, наверное, именно поэтому я у Абдула-ученым, как меня сейчас называют, и стал такие дела. Вообще, я понимаю, что я как бы не люблю сам себя называть каким-то там Абдула-ученым, Абдула-копченым, ну, я человек такой, ну, можно сказать, нечистолюбивый, что ли, да. Если кто-то считает меня Абдула-ученым, да, я бы там один, два, три адепта, ну, вот это я уже и считаю признанием, а так, ну, сам о себе я стараюсь как-то вот так не судить, да, поэтому. Просто я считаю себя адептом, я считаю себя адептом, который углубленно ищет истину, так сказать, в биборане, да и вообще во всем Абдуловировании, да, вот. Получается, в те времена у тебя какая-никакая известность все-таки была? В смысле, что теневым адептом ты не был, сидел на всех ресурсах открытый и проявлял активность? Не, ну, естественно, сидел. Но, как тебе сказать, в те времена, наверное, даже все-таки не было такого понятия, как теневой адепт, там, адепты на консервации. Просто кто-то проявлял больше активности, кто-то меньше. Я же, да, старался какие-то проповеди даже проводить, ну, крайне непосредственно, конечно, получилось. Ну, что-то вот хотелось еще вот тогда-то пояснять людям. На YouTube можно их найти. Ну, да, это такое лучше не надо, лучше не ищите, пожалуйста. Это я вас одолжение прошу, не надо искать. Но это все страшное прошлое, это было давно и неправда, поэтому я предпочитаю об этом не вспоминать. Так, обновлено, что же, с этим разобрались. Теперь можем перейти к основной нашей теме. В какой момент и как вообще пришла идея создания обновления Википедии? Ух, ну, тут, короче, рассказ такой достаточно длинный получится. Надо сейчас к этому морально готовиться, тебе и мне, и вообще всем, кто это будет слушать. Ну, на дворе конец 2012-го, начало 13-го, пророка уже нет, печаль, упадок. Люди, короче, массово съебывают, там, снимают саны адептов, партбилеты выкидывают. И, как бы, ну, приговаривая, что, ну, без Абдуля, Булавира, все, померла нахер, делать тут нечего. Ну, многие с этим не согласились и посчитали, ну, как бы, что, из какого хера такая охуенная идея, такая великая идея будет пропадать, да. Пусть даже ее основной идеолог ушел, но мы сами с усами, ведь мы же, как бы, лучшие сыны из Абдулова, мы сможем построить Абдуловирование и без пастыря. Ну, хотя качество, может, и пострадало все-таки, да, в конечном итоге, но, тем не менее, мы сегодня все еще живы, да. Ну, естественно, я попал в стан тех, кто был в корне с этим не согласен, что без Абдуля Абдуловира мертва. Я старался как-то вот уже тогда искать больше утешения в Бибороне и читал, читал, перечитывал. Однажды мне стукнула голову мысль переработать немного концепт Биборона, да, свои ручонки наложить. Но в оправдание могу сказать, что я это заглавил как Новый Завет, там над ним работа тоже шла такая под пивом, под еще чем-то, но я уже не помню под чем. В общем, получился Новый Завет, где появились новые главы, в том числе про Мавроди, про Иуду Озонослоеную, ну, в общем, там еще какие-то заповеди для адептов неактуальные сегодня, скажем так. Ну, такое, такое... У меня долгое время думал, что правильно не Озонослоеная, а Озоносоленая. Ну, кому как, на самом деле, и так, и так правильно, блин. Вот, ну, а фидбэк какой, да, то есть отзывы, извиняюсь за свои американизмы дебильные, отзывы какие по Новому Завету, да. В принципе, в принципе, его в Абдула-сообществе, я так понял, как я могу судить, приняли достаточно тепло, его сегодня, ну, как бы, вот даже Биборон там выкладывают где-то, там, Ветхий Новый Завет сразу выкладывают, там, до кучи. Я так понял, что многим людям зашло из-за того, что, ну, все-таки влияние всяких там веществ нехороших, оно дало о себе знать, потому что получилась такая более агрессивная версия с более таким бога сатанаугодным лексикой. Да, причем настолько, что многим позже некоторым медведям пришлось приписки делать, видимо, чтобы у товарища майора не возникли вопросы. Да, это такое. Ну, вот, короче, я вообще про этот завет рассказываю. А это было на блог-споте, это, то есть, блог такой, это, ну, про прото-абдулопедию, ну, не, это даже не прото-абдулопедию, это затяток чего-то такого, к чему мы сейчас пришли. Там вот первые, абдулла, научные такие изыскания, статейки, список грешников, да, централизованные. У меня с самого начала была такая идея сделать централизованный, обновляемый список грешников, чтобы, ну, блядь, у одних, у одного адепта спросишь, а кто грешники? У того одни, у другого другие, у третьего, блядь, не сядь. Ну, ладно, доку, так сказать, на пенсии человек, не нужно тревожить, как бы все нормально. Вот, собственно говоря, на чем я остановился, блог-спот, это, ну, один из самых видных ресурсов по абдуловированию, ну, хотя при том, что он заброшенный давно уже и не обновляется, потому что, ну, как по мне, сама концепция блогов на сегодняшний год, вообще на наш период времени, которой мы сейчас проживаем, она исчерпала себя, и, ну, как-то я вот не вижу смысла в какие-то блоги личные вести. Поэтому, ну, как там уже начало 2013, когда мне в голову ударило идея создать вот такую единую центральную базу абдуловских знаний. Предпосылка к этому, насколько я помню, тогда предпринимались активные попытки, ну, вот к этим, к Википидорам на Википедии прийти, статью там про Абдулова и вообще отдельную статью создать на Википедии, что, типа, вот есть такая сетевая субкультура, там, абдуловирование. Ну, понятное дело, что там вот бюрократы еще похлеще, чем в нашей реальной жизни сидят, конченые просто ублюдки, пидорасы. Я не знаю, как их назвать, так сказать, цензурным словом, но пидорасы, короче, да, вот администраторы Википедии, пидорасы, вот знаете, ребят, у которых там причинно-следственные связи нарушены и все, ну, поэтому они... И немецкие корни. Ну, да, там, как бы, на то время, насколько я помню, главным администратором русской Википедии был немец, русскоговорящий. Вроде до сих пор нет. Нет, сейчас уже нет. И тогда, я не помню, это он говорил или нет, но, в общем, какой-то наш человек, наш адепт, он предпринял тогда попытку, ну, создать там какое-то упоминание в статье про Абдулова, о правдуловировании. Естественно, это в ближайшие же минуты нахер удалили, убрали из статьи, зачистили. Но при попытке взять у этого админа объяснение, получили дебильную отписку, что не доказана значимость, недостаточно культурной ценности. Еще где-то около года назад тоже пробовали то же самое провернуть, и пришел ответ, мол, это не релевантно. Да, 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 ну, таких попыток уже делалось, я не знаю, ну, штуки три, как минимум, на моей памяти, и все заканчивались либо отписками, либо блокировками тех, кто это пытался внести, ну, банами, то есть. Ну, вот это, в том числе и это меня подтолкнуло уже прям, как бы, сесть и подумать, а почему бы нам, да, с херали у нас не может быть своей Википедии, да? То есть движок, движок вот этой Википедии, он бесплатный, он в открытом доступе. Ну, тогда, тогда, да, вот заморачиваться с движком, я тогда был более тупой версией себя, чем я есть сейчас. Тогда для меня это было неимоверно просто сложно, работать с движком Википедии, да, медиавики, который называется. Мне и сейчас сложно, но тогда вообще ужас. Поэтому, поэтому такое решение было принято тогда уже, благо, процветали такие сервисы, бесплатные условно, да, которые разрешали тебе создать на их основе, ну, свою Вики, да, тематическую какую бы то ни было. В основном, да, вот сейчас я имею в виду, да, сервисы Викия, тогда он Викия назывался сейчас фэндом, переименовали, да, то есть говно переименовали в другое говно, от этого говном оно не перестало, да, это я уже забегая вперед скажу. То есть все там в основном по играм, да, по играм, справочный материал. Я такой думаю, правила я вроде как почитал, но что-то вот нет никаких запретов прямых на то, что можно создать сетевой субкультуре по абдулавированию. Ну что, я пришел, собственно говоря, со своими портфелями, со своими монатками, сказал администрации Вики, ну, типа, я у вас тут буду сейчас свою абдуллопедию с блэкджеком и проститутками, так сказать, делать. На самом деле я им, конечно, ничего не говорил, и там автоматическое создание, ввел название проекта. Тогда это, кстати, не абдуллопедия называлось, а абдуллорелиджен Вики. Тогда у меня креативности не хватило, мозгов называть абдуллопедия, хотя как бы на поверхности же лежит, очевидно, да. Пришел, создал все, потихонечку начал заниматься как-то оформлением, бэкграунд, там, картинки какие-то вставил, логотип тогда, он один адепт был, который мне помогал с оформлением, и мы с ним оформили, как бы все нормально, да. Выглядеть стало реально абдуленно. Даже есть до сегодняшней поры сохранились снапшоты, так сказать, на ослепке главной страницы из того 2013 года, то есть выглядит там все сильно благородно, глаз радовался. Ну и вот, продолжалось это, ну, наверное, все-таки не больше года, да, может, год примерно. Мы, как бы, спокойно жили на этом проекте «Абдул Релиджин Вики», писали статейки, кстати говоря, ну, активность тогда адептов, да, больше заинтересованных было вот в таких, во всяких проектах принимать участие, то есть тогда, да, тогда я недостаток рук, в общем-то, и не испытывал, и приходили адепты, помогали мне, и, как бы, да, то есть даже люди, которых я раньше не знал, просто вот наткнулись, пришли и начали помогать писать статьи. Тогда мы, тогда мы нахерачивали 67 статей, вроде как, причем за достаточно короткое время. Ну, тогда у меня и запал был побольше, да, и, как бы, моложе был, все это еще легче было все делать, да. Вроде бы, мне кто-то говорил, что там до сотки удалось добить, но, видимо, это не до конца верная информация. Да нет, сотки не было, около того, там, 70, может, статьи где-то, или 80, ну, сотки. А, не понятно. Кстати говоря, Медведь, да, Медведь, ты вот упомянул, но мы же, получается, с ним как раз-таки тогда, в 2013 году и сошлись, познакомились, когда он пришел впервые на дулопедию, как заинтересованное такое лицо, помогать писать статьи, редактировать что-то. Ну, то есть, история нашего знакомства, я сам об этом узнал пару лет назад, она достаточно более длинная, что ли. Ты ему даже медальки вручил. Да, там такая система медалек, короче, была удобная. Она и сейчас на нашем дулопеде есть, но она кривоватая, может быть, кстати... У меня медальки есть. Да, ну, это просто ты подопытный кролик, я на тебя испытываю медальки. То есть, там, турки медали всякие, я тебе еще, помню, выдавал. Это такое, наверное. Да, да, было дело. Да, медальки, медальки, да, медальки, это, блядь, медаль повесить на жопу или на китель, это благое дело, да. Это, как я понимаю, заместование сбибурункома. Там нечто похожее было. Да, ну, просто движки зачастую, всякие такие блога сайтов, сайты в соцсети, они предусматривают такую залупу. Тут же это все кастомное, да, и нужно это отдельно делать. Так вот, в один прекрасный день, в начале 2014 года, если мне память не изменяет, пришел один из администраторов проекта Вики и пишет мне прям на личную страницу на Абдуллапедии, ну, Абдулларелиджен Вики тогда еще, пишет мне, что товарищ, слишком много у тебя здесь мата, слишком много непотреб, клевета какая-то на умерших людей тут у вас идет. Поэтому, смотри, я тебе даю, не помню, какой он мне срок дал, ну, короче, маленький, то ли 10 дней, то ли 7. Вычистить вообще весь мат, да, абсолютно весь мат вычистить и убрать оскорбления там какие-то, которые он себе выдумал, почившего, так сказать, человека, хотя человеком сложно назвать, ну, ладно. И я такой расстроился, подумал, подумал, все-таки через 2-3 дня ответил этому галимому администратору, что, ну, блядь, раз так закрывай, нахуй я не собираюсь идти на поводу, вычищать мат, потому что неотъемлемая часть нашей культуры все-таки, да, и никакой клеветы на омерших, почивших здесь нет. Ну, на что последовал ответ, окей, закрываю, да. И буквально в течение там нескольких минут все, сайт закрыт. Я не знаю, каким образом на нас вот этот администратор вышел, да, вот этого проекта. Почему он вдруг решил доебаться? Возможно, кто-то нас учил, да, там, поддержку. Такое вполне могло быть, потому что тогда лютовали подсосы бомжа, да, которые вдруг обрадовались очень, что наш пророк ушел и думали, что сейчас у них хватит сил добить адептов якобы ослабленных. Да, возможно, это их поиск, я ничего не говорю. Ну, получилось, как получилось, и, в общем-то, тогда Абдуллопедия, она перестала существовать. Какие дела? Да, таков был конец первой, итерация Абдуллопедии. Но на данный момент мы переживаем уже четвертую. Так что встает закономерный вопрос, что же было со второй? Вторая Абдуллопедия, ну, кстати, я, может, сейчас скажу такую вещь, которую никто не знает, но когда вот эту Абдуллопедию, первую самую закрыли, да, администраторы, ну, вот я тогда уже начал думать, что нам нужен отдельный сайт, нам нужно все свое. И вот, в общем-то, тогда я уже первую попытку предпринял, вот именно движок поставить, накатить в медиавике, и как-то начать все вот это вот самому делать. Ну, понятное дело, я, как уже раньше упоминал, тогда я был гораздо более глупым, что ли, непрошаренным в техническом плане, да. И хоть я тогда и сделал попытку смог установить движок, что-то там, даже статьи какие-то смог перенести, но получилось все это очень крайне криво, крайне посредственно, и жалко это все смотрелось. Да, поэтому, ну, месяца через два, через три я это все свернул, и на этом, кстати, проект Абдуллопедии был отложен в очень далекий ящик на долгие годы. Получается, ты тоже тогда ушел на консервацию? Ну, да, где-то около года или полтора я, в общем-то, вообще ушел из Абдуловирования, можно сказать. Ну, не из Абдуловирования, а ушел, да, на консервацию, как это сейчас принято говорить. То есть я адептом не перестал быть, да, внутренне, но, в общем-то, ушел из Абдулла сообщества, решил на время, как бы, взять передышку. Вообще даже были мысли, что, типа, вот вообще полностью порвать со всем этим, но, как мы знаем, как говорил наш пророк, однажды, посмотрев на икону Абдуллова, да, в его, так сказать, красные богостанинские глаза, ты уже никогда не забудешь об этом, ты обязательно вернешься к этому так или иначе. Так и получилось в моем случае. Пробовал ли кто-то посторонний допиливать или возродить проект, пока тебя не было? Насколько я знаю, нет. Были только такие достаточно, ну, на мой взгляд, на мою оценку, крысиные. По тубе перенести текста со старой Абдуллапеди на фейковые, всякие фейковые луркморы и такие дилетантские, короче, сайты, которые пародировали там вот этот луркмор, который недавно помер. В Абдулове от Химы и Дороге. Да, это, я считаю, одно из самых знаковых событий Рунета за последнее время, что вот эта помойка была закрыта, ну, так сказать, слава Абдулову. Аншабдек. Аншабдек. Кстати, а разве на Кеновском в его руках у меня не было каких-то статей? Или около? Ну, да, там больше такой список грешников, что ли, был, и чисто вот это грешникам вся тема была посвящена. Сколько я помню, еще гайды какие-то были, как вступить в Абдуловирование, как получить инвайт. Ну, вот эта вот тема с инвайтами, я сразу говорю, мне никогда не нравилась, да, там как бы это... Ну, это тема для отдельного разговора вообще, я про это сейчас хотел бы разговаривать, да. Логично. И в какой же год мы сейчас переносимся? Получается, наверное, в 2018 и в конец, да. Около того. Тогда я как бы уже тоже под руинами, под завалами лежал, ну, на консервации там все. Ну, я уже тогда думал, что все, я уже окончательно порвался Абдуловированием. То есть в 2018 году на мой, так сказать, аккаунт ВКонтакте постучались ко мне, я не знаю аж откуда, снизу, сверху, сбоку, там слева, справа, но... Ну, хоть не по голове. Ну, тому спасибо. Да, по голове не попали, я, так сказать, в каске был такой железный. Все равно, неважно. Постучался, чтобы вы могли подумать, ну, конечно же, медведь, да, который всем гадит лично, он как бы вот начал со мной общение тогда в том году, что типа вот там старые знакомые, да, я о тебе помню вроде как. Я не помню наш разговор, конечно, но вот он постучался и напомнил о себе, да. Я еще помню, когда он на вы со мной начал общаться. Я вообще тогда прихуел, конечно, с этого, ну, типа ладно, говорю. Мы люди свои, поэтому я смотрю, у вас тут Абдулла-Вера вроде как еще живая, поэтому, ну, как бы хуй с вами, я выхожу с консервации. Ну, и первым делом, да, первым делом, что я Копатычу сказал, ну, адепту, с которым, ну, я как бы тогда подумал, как бы я тогда сразу понял, что это адепт, с которым более-менее, точнее, даже не более-менее, действительно можно сотрудничать и каких-то вот, так сказать, вместе поставленных задач добиваться. Ну, я ему и говорю, что, вот помнишь же Абдулла-Педия у нас была, да, центральное охранилище знаний Абдулла-Верования, ну, вот у меня, короче, я до сих пор, так сказать, горю идеей, ну, что нужно возрождать проект. Ну, на что он меня, конечно же, поддержал полностью, и там все как бы поддержка полная, финансовая, не финансовая, моральная, не моральная. В общем-то, тогда это все и началось. Он уже был поставлен на Бибурнурк? Не-не-не-не-не, нет. Не так еще, нет? Нет, нет, это неправильно, ты понимаешь. В связи с этим, тогда он был, короче, поставлен на бесплатный домен Абдулла-Педия.ТК. То есть ТК – это бесплатный домен, короче, какого-то третьего, государства третьего мира, которые бесплатно свои домены раздают, потом как бы продлевают их за доллары, чтобы, так сказать, в госбюджет хоть немного денег внести. Ну, ТК – это только лау, насколько я знаю, да, если кто вообще слышал про такие островки там или что. То есть Абдулла-Педия.ТК – бесплатный домен был, и, короче, ну, хостинг, естественно, да, оплачивали уже сами. То есть, да, это, по сути, был уже как бы полноценный, самостоятельный сайт, ну, с одним лишь изъяном, что домен был бесплатный, а, соответственно, его владельцы, да, там, кто там сидел на этой стране третьего мира в любой момент могли, так сказать, увести трафик нашего сайта и сказать, ну, платите доллары, иначе, ну, идите нахуй. Собственно говоря, сисадмины, и кто занимается сайтостроением, наверное, понимают, о чем я говорю. И что началось тогда? Тогда началось мое новое погружение вот в этот с чем с дерьмом под названием медиавики. Неимоверно сложная хуйня на самом деле, особенно для гуманитария такого, как я. Ну, вроде как, да, вроде как, я начал разбираться неплохо так. Мне стало вот поддаваться пониманию те или иные ключевые аспекты этого движка. И у меня получилось сделать нечто подобное, что у нас было в 2013 году. Вышло неплохо, крайней мере, для первой попытки, так сказать, возрождения. Ну, в общем-то, тогда уже появились новые статьи. Статьи все, естественно, совершенно заново писались. Полностью с нуля все шло. Потому что, ну, надо признать, на самой первой Абдуллопедии статьи, они были такие, да, подвержены духу времени. То есть охота на маслят, там, как бы статья была целая, отдельная на самой первой Абдулловике. Разновидности маслят, да. Маслят, как прыгающий, масленок плавающий, масленок умный, там, блядь, резвый, короче. Вот такая хуйня там была. Звучит довольно страшно. Да, это звучит очень страшно, но тогда это было очень весело и, ну, казалось, достаточно правильным. Да, кому-то до сих пор очень весело. Но про них лучше не говорить. Есть такое, да. А случайно не на этой Абдуллопедии был новостной раздел, где медведь всякие кринжовые статейки про рейтов и ГК описал? Нет, это на другом сайте было. Это не про Абдуллопедию вообще. А, окей, окей, да. Да, это сайт, про который ты говоришь, также на Бибаронорге был. Это была попытка сделать именно основной сайт для Абдулловирования новый. Но это уже другая тема, поэтому распознаваться про это я тоже. Да, ну вот Абдуллопедия ТК, да, потом мы, короче, ну вот у нас сколько мы там уже статей понаписали, штук 10-15. Тогда нам, короче, наскребли по сусекам копеек, да, там на пиве сэкономили, на закуски сэкономили. И, в общем-то, решили взять уже платный, авторитетный, так сказать, домен, но в РУЗОНе, то есть в Абдуллопедии.ру было. Уже второй, считай, сайт для возрождения, так сказать, 2017. Да, ну тогда нас, естественно, многие адепты начали предостерегать, ну то, что в РУЗОНе покупать домен, ну это достаточно рискованно, да. Уже тогда это было достаточно рискованно, не говоря уже про наше время. Да, конечно, в нынешних реалиях это уже совсем рискованно, но мы не ищем легких путей. Да, ну, в общем-то, ничего страшного не произошло, там в Москве шоу никакие не приехали, ни к Медведю, ни ко мне на хату, там домен по решению российского правосудия не разделегировал никто. Потом что? Ну, в Абдуллапедия.ру продолжили писать статьи. Ну и тогда уже, скажем так, застой начался такой небольшой. Тогда же начался новый раскол, ну там на почве реформы. Да, а тогда, тогда Абдуллапедию, кстати, Абдуллапедия.ру, ну, параллельно, параллельно, да, я вот уже упоминал, Баранорк, да, вот этот сайт, ну где Медведь, там всякие охуительные новости про Абдулларайз, там постил про ГК, вот такие вот клинжовые. Тогда на этом сайте я, короче, решил сделать подраздел Абдуллапедии, да, благо там, короче, движок сайта разрешал сделать, ну, такую некую библиотеку статей, и я, в общем, Абдуллапедия.ру закрыл и перенес все статьи на тот сайт бибаран.ру, потому что, ну, тогда мне показалось, что, ну, вот, как бы Абдуллапедия.ру, там все вот это достаточно неактивно, все это завяло статьи, никто нихуя не пишет, редактура не идет, но я решил, почему бы это все дело не перенести на основной сайт Абдуллавирования, да, бибаранорк, ну, этот домен мы, естественно, тоже тогда уже купили, решили делать на нем что-то. Ну, а вот незадача, начался новый раскол Абдуллавирования, и, ну, сайт тоже, как бы, был закрыт, да, бибаран.ру, поэтому, ну, на какое-то время сам сайт и сам проект Абдуллапедии опять снова тонул, да, ну, месяца на два, на три. Еще вспомнилось, как ты в Комфу тогда зашел и сказал, пацаны, Абдуллапедия работает. Ах, ну, блядь, возможно, так и было, я уже не помню. Я, наверное, тогда, как всегда, был под одним здоровьем в честь такого события, что мне что-то там удалось сделать. Ну, короче, Абдуллапедия заново возродилась уже из пекла, так сказать, конфликта. Ну, то есть конфликт, раскол между реформой и, ну, партией Абдулла коммунизма, печально известный. Ну, вот, тогда уже шел. И, к сожалению, к сожалению, ну, как я уже сейчас, как бы, к сожалению, так говорю в прошедшем времени, ну, оказалось так, что я начал сотрудничать именно, скажем так, товарищами, красными, так сказать, товарищами из партии. И, то есть, один партиец предложил мне, то есть, точнее, даже не предложил, а настойчиво, так сказать, говорил, что нужно возрождать Абдуллапедию. Ну, это хорошая идея, это все охуенно. Полностью поддержка партийная, так сказать, тебе будет. Но с тем условием, что про реформу будем писать всякую хуйню. У меня тогда эта прикольная идея показалась, всякие шуточные статьи про реформу писать, там, да, про всякие унитазы с красными глазами. Все это тогда интересно, конечно, было. И это, это надо сказать, да, это надо сказать, у этого был свой плюс, что это придало импульс, новый импульс к развитию Абдуллапедии. Ну, тогда начали первые статьи про адептов писать. Порой даже сами, сами о себе там начали статьи писать некоторые. Вот, что еще хочу сказать. Некоторые просто наглые копипасты с Википедией про отряд 731 ебанули туда. Было, было дело, но злоумышнику, надо сказать, эти по шапке не стучали. Да, я тогда вообще бомбанул, да, я тогда там по шапке начал стучать, там, короче, Банхаммером угрожать всем. В общем, бутылку о голову даже кому-то разбил, по-моему. Ну, вот, да, тогда Абдуллапедия, можно сказать, в этот период она начала переживать новый, так сказать, рассвет, казалось бы, да, хотя в таких токсичных условиях это все происходило. Раскол, там, какие-то междоусобицы, но, тем не менее, так сказать, да. Вот. И что еще, можно сказать, может, ты, ну, ты тоже, кстати, участник этих событий, может, у тебя есть что вспомнить на эту тему. Касательно меня, то все довольно просто. Про Абдулловеру я узнал где-то в районе 2018 года. Далее два года был скорее со стороны наблюдателя, зрителя обычного. И только в августе 2020 решил перейти от активной роли к активным действиям став адептом. Сначала первой недели я ошивался около реформистских кругах, но, откровенно говоря, то, что я там тогда увидел, меня не шибко впечатлило и даже были мыслишки оставить данную затею. Но по воле Абдулова я присоединился к тогда еще живому сообществу партии Абдулова коммунизма. Не путать с обычным Абдуллокоммунизмом. И вот на ближайший год, полтора, нашел там свое место. Абдуллаука же мне была интересна все в моей бытии адептом. Но довольно долго я не мог сообразить, с какой стороны мне к ней поступиться. Так что на довольно продолжительное время затея как-то развиваться в области Абдуллонауки была мной оставлена. Так что моим уделом было пилить арты и иногда видео и посещать себя внутренне жизнение сообщества. Открытие третьего Абдуллопедия я помню довольно хорошо. В самом начале почти у всех подход был не шибко уж серьезный. И чаще всего там были статьи по типу кота-оситры. Это коты плюс оситры. Точка. Конец статьи. Точка. Да, там еще всякие теории из постчеловека начали идти уже там. Да, да. Там под здоровьем и пивом чего только в голову некоторым товарищам не приходило. Того, что болело, в общем. Первой же основательной попыткой написать что-то плюс-минус конструктивная была статья про глыбу. Но она была очень и очень плохой. Причем настолько, что нынешний вариант не имеет почти ничего общего с тем, что я написал тогда. Вот. Далее проанализировав свои ошибки и сделав некоторые выводы я решил попробовать взять какой-нибудь малоизвестный термин и раскрыть его с новой возможно интересной стороны. Таким образом мной была написана статья про обдуленность которую конечно же тоже желательно было бы переписать. Но тем не менее это было довольно ощутимый прогресс и на несколько голов выше чем мои прошлые попытки в Абдулла-Науку. С того момента я и начал развиваться в сфере Абдулла-Науки и в последующее время мной было написано еще две статьи Абдулла-Лектика которые пока что вы не найдете на Абдулла-Педии но о причинах почему он так получилось вы узнаете чуть позже и Абдулла-Гост с его созданием тоже связана довольно забавная история но про нее расскажу помните потом потому что не по теме со временем я познакомился с Престом мы довольно много говорили про Абдулла-Науку как-то удалось мне убедить то что я как кандидат состоятельен и вот мало-помалу в один день я проснулся с Абдулл-Науку в ночь степень ну да было дело я по-моему даже какие-то корочки удостоверения погоны тебе выдал да как вчера помню Абдулл-Науку били бутылки водки били по голове все как заведано в нашем да я даже свой халат лабораторный старый тебе отдал заблеванный уже правда порванный весь вот как бы да такая традиция у нас денег у нас конечно в ней мало но не суть вернемся к теме третья Абдулл-Науку запомнилась прежде всего тем что она постоянно менялась регулярно три раза в месяц приходили новые и новые идеи того как она должна выглядеть и сначала она была красной потом опять красная в первые месяцы плюс-минус даже неплохо статьи выходили но со временем так же совпало что это началось во время окончания третьего раскола в 2021 когда был запал уже начал утухать со временем и на какой-то продолжительный отрядок почти ничего на сайте не происходило ну разве что один человек постоянно одну и ту же статью дописывал причем видимо ему кто-то там что-то нашептывал до сих пор москоп-то да да так и есть собственно дело шло к 2022 году тогда нами но и не только нами были допущены стоит признать ряд очень грубых и нежелательных ошибок которые привели к тому что начался уже четвертый раскол в ходе чего пришлось реагироваться с некоторых ресурсов и в результате пострадала Абдуллупеди которые на время в целях безопасности пришлось да я как бы я более так сказать прямо участвовал в этом событии то есть произошел очередной скажем так конфликт который ну можно сказать и сейчас что ли длится но такой замороженной фазе вряд ли можно назвать это противостоянием когда твой противник в кавычках уже очень давно не подает признак да короче это не важно но вот ранее вышеупомянутые мной товарищи партийцы да ну как бы ну бывает что люди подгнивают у них начинается там какая-то деменция сумасшествие ну в общем так и произошло с нашими товарищами бывшими товарищами которые сошли с ума и пришлось в общем-то ну эвакуироваться скажем так да Абдуллапедию эвакуировать с хостинга на котором она скажем так уже на вражеском была хостинге явно были риски терять Абдуллапедию поэтому ну да пришлось техническое закрытие сделать примерно на месяц ну да этот брон на месяц даже скажу ну да около того да ну и в общем с тех пор да с тех пор Абдуллапедия она вот так которую вы можете сегодня наблюдать да уже четвертый по счету третья Абдуллапедия это не бывает полностью уже скажем так независимая не аффилированная ни с какими там группами там партиями хуяртиями то есть чисто общий Абдуловский проект я это так позиционирую да там тогда у нас начался ну я это могу назвать так великий перенос статей да основными участниками которого были мы с тобой да я тебя там все время блять кнутом бил давай переноси да статьи короче ну в общем вот мы вдвоем да тут сидим мы как бы и занимались что называется возрождением да четвертой уже итерации нашей Абдуллапедии то есть с предыдущей Абдуллапедии мы вручную все переносили уже на новые правильнее будет сказать что не все но большую часть да да так как некоторые статьи в силу их не попадающего под нынешние стандарты качества пришлось оставить на обочине истории собственно поэтому сейчас нет статьи про Абдуллапедику но в ближайшее время я хочу ее переписать да к формату не подходили уже многие ну не многие а некоторые статьи по формату не подходили некоторые совершенно полным говном были ну кстати говоря полное говно некоторые даже перенесли ну как по мне статья про Симонова до недавнего времени была говном полным вот благо ее на днях начали дополнять кстати говоря уже в принципе более-менее хорошо выглядит основным курсом тогда мы сами для себя избрали преодоление планки в 100 статей, и на самом деле цифра в 100 была необязательна, и, грубо говоря, взяли мы ее с потолка, так как цифродрочкой мы не занимаемся и никогда не хотели. И первоочередным для нас будет не количество, но качество. Так что можно сказать, что вся эта сотня была эдаким сакральным рубежом, перед тем, что мы могли увериться, что наше дело будет жить, что наше дело верно. Ведь основной задачей англопедии было, ведь основной задачей англопедии было обвековечивание в мраморе времени, а было истории. Дабы последующие за нами поколения адептов не забывали то, с чего все начиналось, к чему все шло, как развивалось, какие усилия и какие люди за этим всем стояли, и то, какие ошибки были нами допущены. Конечно, хотелось бы думать, что история состоит только из моментов радости, но надо быть реалистами и стоит признать, что это также моменты трагедии, и наша трагедия заключилась в том, что движение уже не раз и не два стояло на пороге пропасти, и воистину великие идеи могли быть забыты, навсегда оставшись лишь каким-то малым движением нижних интернет. Но, как мы видим, церковь всегда могла преодолеть свои невзгоды, и мы надеемся, что будущее поколение адептов через абдулопедию смогут взглянуть на то, что мы делали, к чему мы шли, и чего мы хотели, чтобы более они не допускали наших ошибок, чтобы наша церковь выяснить, и все это оставалось великой. Амшот. Да, я бы хотел вставить, что мы хоть и избрали такой курс, ну, там 100 статей ты сказал. Да, это как бы наша, скажем так, идея такая, фикс была там, первая, самая желанная такая ачивка, но я бы не сказал, что это прямо самоцелью было, но, как бы, у меня такая идея была, что вот, ну, нужно повышать качество статей, не нужно там как-то, вот, скажем так, способствовать каким-то междоусобицам, да, в абдуловировании писать соответствующие статьи, там, с каким-то гадством, да, про других адептов. А 100 статей, я бы сказал, это, скажем так, побочная, но очень желанная такая цель у нас была, которой мы, тем не менее, достигли благополучно, хоть и, ну, немного дольше это все происходило, чем хотелось бы вообще у нас. Наполеоновские планы были. Мы это все, мы это все с тобой планировали к концу лета вообще 100 статей сделать прошлого года. Да, вот я там уже... Да, было дело, летом произошел небольшой запах. Лето это такое время, что, как бы, отдыхать, там, все, хочется. Тем более, там, такие события не очень хорошие произошли на конец. Блядь, ну, короче, тогда уже нехорошие всякие события начали происходить в мире, в постсоветском пространстве в частности, поэтому у меня, так сказать, некоторые житейские проблемы были. Поэтому вот у меня... У кого их тогда не было? Да, да. Много у кого? Да, вследствие этого темп был значительно занижен, но не сведен к ноль, стоит заметить. И в итоге даже не сильно их просрочили план. Не-не-не-не-не. Я план, блядь, в нашем планировщике продлил до конца января, так что нихуя не просрочено. Ну вот, тогда вообще... Все нормально, все. Хотелось бы, конечно, более такой резвый темп писания статьи, но хотя бы даже такой, да, с помощью которого мы смогли уже переплюнуть рубеж 100 статей, он все равно радует. И, естественно, это положительная, скажем так, динамика, которую мы будем стараться развивать в скорости. И, слава богу, тогда начали приходить новые люди, которые, видимо, так же, как и мы, вдохновились идеей сохранения нашей дулокультуры и довольно активно нам помогали. Причем часть из них была нам никоим образом не знакома, и они в большинстве своем, даже не залогинившись анонимно, проводили свою деятельность. Да, да даже залогинившись, как бы... Даже есть парочка таких примеров, которые мы просто нашли в поисковике, да, какую-то статью для себя, да, по теме заинтересований. Ну, попали вот на Абдуллопедию, заинтересовались, и впоследствии стали адептами, да. То есть у нас действительно сегодня есть такие люди, ну, по крайней мере, один точно есть, с которым я общаюсь, и который нам помогает на Абдуллопедии по сведению. Еще как интересный прецедент. Это совместно статья Абдулла, Веры и Сеагираса об Владимире. Ну, да, да, есть такое. Кстати говоря, статья про Влада Савельева, ну, судя по статистике, да, к которой я имею доступ, как главный администратор, да, я могу судить, что статья про Влада Савельева, она вообще входит в топ-3 статьи самых посещаемых на сайте. Да, сотрудничество вполне все удалось. Ну, да. В целом, на сегодняшний день это вся актуальная история, связанная с проектом, и теперь мы, полагаю, можем поговорить о планах грядущих. Вообще, в самых ближайших планах у меня, ну, это техническая часть, мне хочется радикально пересмотреть вообще дизайн сайта, то есть полностью, да. Сейчас будем говорить честно, да, что он немного внешне не соответствует духу времени, да. Нужно как-то это все немного осовременнее, хотя, как по мне, да, ну, выглядит-то неплохо, но, блядь, вот тут чего-то не хватает. Ради справедливости, хочу сказать, что субъективно выглядит лучше, чем 80% других вики-производителей. Ну, да, да. По сути, мы сейчас просто как бы заложники, заложники положения вики-движка, медиа-вики, который не предоставляет широкого спектра всяких таких тем оформления, да, и это либо нужно самому все кастомно делать, как бы самим писать код, самим заниматься вот этим оформлением. Это охуенно сложно, это очень сложно. И сделать полностью свою тему новую, дизайн, да, дизайн для сайта. Ну, либо обращаться к товарищам-пограммистам, которые, ну, скажем так, ценники выставляют такие, что, ну, вы понимаете, да, как бы вводка, в месячный, вводочный запас, там, даже по полугодовой, может быть, запас вводочный, выйти такие товары, что, блядь, вот такие товарищи, да, такие, товарищи, которые выставляют такие, блядь, старосатанинские прайсы, да, я бы даже сказал, вот для них отдельный котел воду обдулов. Поэтому я не знаю пока, как мы будем в этом направлении дальше двигаться, но, в общем, будем смотреть. Вот у меня в ближайших планах, да, поменять дизайн, современить, возможно, улучшить некоторые функции сайта, сделать его еще более доступным, более понятным для залетных, проезжих, мимо проходящих, естественно, так же и для активных редакторов. Я уже, как бы, вроде как облегчил им жизнь, введя всякие там панельки прикольные. Есть планы еще, еще улучшить все это дело? Думаю, имеет смысл дополнить новостной раздел, а то у нас там в полуумертвом состоянии находится все, а это не очень хорошо. Ну, как сказать, статьи новостные, конечно, выходят иногда так, раскрыт все. Ну, так или иначе, нужны редакторы, и, да, все это видео было подводкой. Подводкой, подгонцей, короче, да. Платье водкой. Да, да, польцам спасибо, Аншу Абдуль, там вот этим всем. Ладно, это все шутки, конечно, но все же редакторы нам, и правда, Лена, также запланировано обновление с добавлением нового пространства статей Абдулова публицистика, где будут выходить новейшие Абдул-научные изыскания и не только. Да, да, да. И вот у меня еще такая идея была уже касательно новых разделов, это раздел именно как бы для гайдов, статьи гайды, то есть, чтобы подробно там расписывать для адептов инструкции, как пользоваться морфером, например, как пользоваться программами для Абдулла монтажа, как правильно сделать красные глаза. Как получить инвайт. Да, как получить инвайт на сайт, скоро инвайты, короче, на Абдуллопеде вводим, да, я забыл сказать. И в Дискорде, в Дискорде, там на сервере тоже зайдем, короче, по инвайтам. Следующее добавление, прайс-лист, там 5 долларов в месяц, четкий адептик, 10 долларов в месяц. Нет, нет, мы это все разделим по категориям четкости, да, категориям четкости. 480, там 720, 1080, 2560, там 4К разрешение какое-то. Вот это все стоит тоже обдумать, я считаю, потому что мы, конечно, не коммерческая структура, но все-таки доллары на пиво, то есть на развитие нужны, да. Ну, мы все-таки не Абдулов, так что, скажем честно, все заработанные доллары пойдут на водку в казино и шликут. Это мы, это как не, это не как на Бибаранкоме времен 2015-16 годов, где там отчетность выкладывали, куда на что потратили. Мы, блядь, прямо говорим, мы прямо говорим, что вот там 100 рублей нам скинут, мы 100 рублей на пиво потратим. Да, подписывайтесь, здесь говорят, правда, только в лице. Ладно, нас уже начинает заносить, так что имеет смысл заканчивать, так что будем подводить итоги. Предоставляйте финальное слово. Ну, еще хотелось бы сказать, да, вот 100 статей написали все. Ну, как я уже и упоминал в последней новости, да, в новостном разделе в группе ВК это в обглавировании, в группе ВК обглавирования это выкладывалось, что как бы 100 статей написали, да, преодолели этот рубеж. Всем, конечно, спасибо, я реально всех благодарю, кто был причастен, кто помогал, кто даже мелкие правки уносил. Но, это вообще абсолютно не значит, что на этом мы остановимся, да, 100 статей, все, блядь, база, короче. 100 статей, золотая сотка, короче, нет, это нихуя не так, поэтому, вот, как можно уже сейчас заметить, 102 статьи, я думаю, к концу года будет 200, наверное, статей, но хочется надеяться на это, а может к концу лета, если очень сильно, так сказать, Абдуловса благоволит, а поэтому поближайший план это 150, и последовательное введение, ну, выше рассказанных нами нововведений, в том числе разделы, дизайн и так далее, вот. Да, я еще раз, я еще раз, как бы, хочу, ну, там, как бы обратиться, кто слушает, кто не слушает, кто, у кого хватило вообще темы, дослушать до конца, да, ну, я еще раз, как бы, всегда говорил, да, и сейчас говорю, что нам, как бы, всегда нужны новые редакторы, да, даже если там ошибки, какие-то помарки, исправлять запятые, расставлять, я, как бы, призываю, да, вот, там, всех сочувствующих Абдуловированию, всех адептов, там, кто над консервацией, кто нет, приходить и реально помогать, да, вносить вклад в общее дело, то есть, ну, дело действительно очень богостноугодное, правое, и благодаря этому мы, да, благодаря этому мы приумножим, как бы, Абдулла культуру и более того, сохраним ее, да, так сказать, в народной памяти на очень-очень долгие лета, скажем так, поэтому все-всех, как бы, прошу возможности присоединяться, помогать, будем сотрудничать, у нас всегда оказывается, так сказать, помощь, мы как бы не кусаемся, всегда всем помогаем, все подсказываем, вот, да, раньше, а было лета, то, что я хотел сказать, напоследок. Да, благодарю за то, что составил мне компанию, также благодарю наших зрителей, которые смогли досидеть и найти себе силы заслушать наши заморфленные голоса до конца. Что же, вы слушали отказ, программу вело Политбюро Абдуллопедии, и помните, время, материя, либо, ашабут. Субтитры создавал DimaTorzok